Приветствую вас, друзья, в солнечной Италии. Здесь мы транзитом всего лишь на полдня. Это моя тетя Аня. И мы направляемся в старый город через эти прекрасные ворота Порто Сан-Аугустино 1575 года, а еще в компании мой старший сын. А вот здесь во дворике мы поселились на одну ночь, буквально под венецианскими воротами, крепостными стенами, и отправляемся в средневековый город. Ну, конечно, мы не пойдем по кругу, потому что продолжительность крепостной стены 6 километров, но мы пройдемся какую-то часть и полюбуемся открывающимся видом на огромной величественной Бергамо, который состоит из нескольких уровней. Хотя Бергамо разделен на две части, нижний более современный и верхний средневековый город, но есть еще и выше холм, на котором находится замок Костелло Сан-Венжилио. Ну, а мы с вами тем временем проходим сквозь ворота Порто Сан-Жакомо. Это один из парадных входов старый город по живописной каменной дорожке. И посмотрите, какое здесь движение. А здесь мы стали свидетелями предсвадебного мальчишника и девчишника, когда две компании пересеклись и чевствовали будущую невесту и жениха. Вид этого портала не всегда был таким, каким мы видим его сегодня. Старые подъемные деревянные ворота, которые закрывали вход в город, были демонтированы в конце 18 века, а на их месте была построена мощенная камня дорога, по которой можно пройтись сегодня. Как и на остальных городских воротах, здесь красуется лев Святого Марка, символ господства Венеции. Прошлись мы с вами немного вдоль крепостной стены, полюбовались сверху видами на город, немного отдохнули в прохладе свежей зелени, а теперь пора и заглянуть в сам город. Вот с таким звоном колоколов встретил нас город. Смотрите как раньше при помощи ручки, когда не было звонков, а так стучали по двери и хозяин открывал вам. Тут мы прошлись через такой уютный дворик и обнаружили очень интересную скульптуру, но я так понимаю, это какая-то римская богиня в окружении мальчиков со щитами. И мы тут сразу как-то вышли на базилику Санта-Мария-Манжори. Базилику заложили в далеком 1137 году в честь Девы Марии. Именно к ней местные жители обращались с просьбами уберечь их от чумы, свирепствующие в те годы на севере Италии. Эти милые белые львы работа скульптора и архитектора Джованни да Компаньоне. Верхушку арочного входа венчает Иисус Христос и 12 апостолов. Обойдя здание базилики, мы выходим на небольшую площадь, где видим противоположный фасад этой церкви. И вход в базилику здесь тоже украшает два льва, но уже из красного мрамора. Внешне Санта-Мария-Манжори сохранила первоначальный ломбардо-романский вид с двумя готическими портиками красных и белых львов. Сверху базилику охраняет святой Алессандро верхом на коне и святые Барнаба и Винченцо. Хотя и искаженный надстроенный в 1436-1459 годах колокольней и пристроенный в 1470-1476 годах капеллой Калиони. Ох! Вот это самая старая башня. А мы проходим дальше, вот по таким старинным солнечным часам. На главную площадь, так называемое сердце города, пьяца Векия. И под песню местного музыканта предлагаю вам насладиться атмосферой, которая там царит. Субтитры создавал DimaTorz per ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хороший обзор на город открывается здесь Буквально вот в нескольких метрах от станции фуникулера Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, а вот и парк Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok